Семенович Гаджиев. Гаджим Семенович, если можно с комментарием начнем, либо к вопросам сразу. Ну, матч, я думаю, проходил так, как и предполагалось. Хозяева имели территориальное преимущество, достаточно значительное. Ну, моментов до забитого гола фактически не создали. Моментов для реального взятия ворот. Вот. Ну, я, в принципе, считаю, что наша команда сыграла в свою силу. Вот. И по... Замечания есть, конечно, как всегда. Большей частью передней линии атаки. Хотя... Так, при таком минимальном количестве атак, они все-таки три таких реальных момента создали для взятия ворот. Вот так. Все. Вопросом, коллеги, перейдем. Если есть, таковы. Александр, пожалуйста. Держи Муслимыч, мне показалось, что Андрей достаточно уверенно действовал в обороне, и в середине поля тоже выглядело солидно, а вот впереди чего-то не хватало. На Ваш взгляд, это Ростов так выстроил оборону, что мешал Вашим нападающим, или Ваши нападающие не смогли преодолеть? Я думаю, и то, и то. У Вас, как обычно, выделялся Акаронко. Конечно, сильный игрок. Вот. Но и у нас тоже выделялись своей пассивностью двое из трех наших форвардов. Поэтому это такой вариант. И то, и то повлияло на данную ситуацию. Единственное, кто впереди относительно хорошо действовал, это Царая. Вопросы, коллеги? Нет вопросов. Макс, пожалуйста. Перед тем, как Ростов открыл счет, был великолепный момент, по-моему, у Стилкова, когда он убил голову. Игра бы пошла по-другому сценарию? Ну, я думаю, игра по-другому сценарию не пошла бы. Я думаю, сценарий, тот, который был на протяжении всей игры, он сохранился бы. И Ростов, скорее всего, еще более агрессивно стал бы действовать в атаке. Просто у нас в этой ситуации появились бы лучшие возможности для контратак, для контригры. Вот. Ну, а то, что Струльцов не забил, и мы получили в ответ гол в наши ворота, это, как говорят, типично для футбола. Не забиваешь ты, забивают соперника. Спасибо, коллеги. Спасибо, Гаджим Сумович.